Друзья, привет! Это видео будет про мою лодку Волжанка и все приключения, которые произошли с ней за сезон эксплуатации, за год. Ну, точнее, за год и за один месяц уже эксплуатации в новом сезоне. Все, что с ней случилось, все, что поломалось, не только по самой лодке, по мотору, по технике, по всему-по всему расскажу. Маленькое отступление, чтобы вы понимали, лодка мне очень нравится, но у нее есть кое-какие косяки. Какие-то завод уже исправил. То, что я знаю, что завод уже изменил в конструкции лодки, я расскажу. Что есть, покажу. Продолжим. Так, сейчас я расскажу вам немножко быстренько про мотор, потому что сейчас приехал с сервиса, с Ямаховского. У меня с получения лодки были проблемы с гидроподъемом, он жутко выл. Во время сезона я его отвезти, ну, мне приехали, сделали диагностику, сказали, да, работает плохо, неправильно, привози, как, я говорю, и это затянуться может на месяц и больше, ремонт, потому что неизвестно с ним. Я его сейчас после сезона, в месяц сезоне сдал, они проверили, сказали, да, косяк с мотором гидроподъема, он не меняется, его нужно будет заказывать, скорее всего, на Ямахе, говорит, посмотрим, что там к чему. По косякам вот еще, видите, как трет? Вот, то есть, ну, никаких эксплуатационных нагрузок оно мне не несет, но вот так вот затерлась по мотору. И еще косяк с Ямахой, она у меня на больших оборотах, после сброса газа с больших оборотов глохнет. Вот, тоже пока что ничего не выявили. Кто сказал, что Ямахи не ломаются, я не знаю. Второй мотор у меня уже Ямаха, мой личный проблем, это очень точно у товарища перебрали 115-ю Ямаху, там всю по гарантии, не знаю. Да, это вот что касается мотора конкретно. Дальше, какие косяки у меня еще с электроникой были? Вот, резервный датчик у меня стоит здесь. Три в одном. Короче, у него косяки, у одного из датчиков косяки с левым лучом. Иногда пропадает. Что такое с ним, я не знаю, но по факту вот такое вот выявилось. Далее, далее, что, что у нас еще с навесной, всякая техника. Так, Point 1, два раза проворачивала почему-то у меня карту, то есть север с югом менялись. Один раз полностью пропала сеть. Так не смог выявить, что случилось с сетью. После того, как сутки поставила лодка отключенная от электропитания, все опять заработало. Что с ней, я не знаю, буду разбирать полностью. Смотреть, что реально там случилось. По Motorguide. Значит, сейчас расскажу. По Motorguide. Motorguide у меня с прошлой лодки и мужа. Два сезона. Ну вот, открутилась немножко башка, затянул. В общем, вот здесь есть стопорные шайбы на механизме. Они постоянно слетают со всех сторон. Просто капец какой-то. Это не у одного у меня проблема, это известно. Я уже две или три из их шесть штук здесь. Из шести возможных уже зашплинтовал, чтобы они не слетали. Но из собой теперь вожу комплект этих стопорных шайб, потому что они просто слетают и теряются наглухо. Вот. Это что касается Motorguide. Так. По остальному... Ну, естественно, по прицепу у меня, смотрите, очень быстро вышли из строя фонари. Но это следовало ждать, и там стоят дешманские фонари. Их я поменял сразу уже на новые, потому что с теми фонарями, ну, реально были большие проблемы. Так. Что еще по прицепу? Вроде бы больше ничего. Так. Что касается лодки. Поехали. Что касается лодки. Может, что-то вспомню еще. Бесячий момент. Рундуки очень туго закрывать. Чтобы открыть рундук, надо очень сильно напрягаться. Вроде не косяк, но... Почему? Теперь поехали по косякам. Конкретно волжанке. Вот это, конечно... Ржавчина, видите? Ни какой-то функциональной нагрузки нанесет недостатков. Ну, блин, почему не поставить нержавейку? Тут же вода. Вот оно все проржавело. Не знаю. Почему бы не поставить сюда нержавейку? Слышал, у ребят точно такая же проблема есть с этим. Далее. Почему здесь не сделать комминсы везде внутри? После дождя просто полный рундук воды. Просто все мокрое. Надо постоянно открывать, доставать, сушить. Почему не сделать его по-человечески с комминсами? Не знаю, может, в будущих комплектациях это уже и будет. Но у меня вот как есть. Дальше. Вот видите, глубина какая-то рундука. Я с собой вожу спиннинги. Очень часто уезжаю на несколько дней. И мне нужно несколько разных спиннингов. Потому что я могу ловить разную рыбу. В том числе я люблю ловить спиннингами 2,7 метров. В сложенном состоянии они в эти рундуки не влазят. Вот видите, что я сделал? Пропилил. Пропилил вот здесь вот. Чтобы возить с собой спиннинги в сложенном состоянии. Так как я повторюсь, спиннинги длиной более, даже там, 2,5 метра в сложенном состоянии, уже в рундуки не влазят. Что касается комминсов. Вот, ящик заказывался с завода, на нем тоже их нет. То есть это я не сам пределал. Тоже хотелось бы комминсы. Это на будущее. Вот. Еще один косяк. Когда сюда попадает вода. Вот видите, стоит вода. Видите, все мокрое. И ржавое уже вон там. Вот отсюда вода не уходит с этих комминсов. Она уходит только если лодку вот так задрать. Задрать вот так. То есть, когда поехала лодка, трогается, тогда вода сливается. Так вода копится здесь. Стоит, если дождь, ты долго стоишь по дождю, то вода начинает не уходит, а переливаться начинает в лодку. В рундук. Тоже непонятно почему. Пытался там найти отверстие сливное. Ну, так ничего не нашел. Почему, не знаю, короче. Далее, далее. Я не знаю. Вот здесь переборка вроде бы стоит, но... Она... Когда стоят приборы, идешь, но оно хлопает вот здесь вот. Эта панель. Не знаю, почему это. Лично у меня. Или нет, я не знаю. Что касается стекол. Это я уже выправил. Расхождение. Стекла. Не знаю, как зафиги. Болтается, короче, все. Ну, такое себе. Браться за них ни в коем случае нельзя. А и вот оно. Видите? Все, короче, разболталось за сезон эксплуатации. Просто жутко. Не знаю, протягивать, не протягивать. Это что? Как-то выпрямлять все надо в этих узлах. Это все надо выпрямлять, выправлять. Разболталось. Вот здесь я знаю точно. Ящик неудобный. Что ничего не положишь, не поставишь. Но я знаю точно, что у ребят уже идет с другим ящиком. То есть, от косяк завод исправил. То есть, здесь уже все прикольно, удобно сделано. В новой модели. Так, что еще? Еще по калитке. У меня калитка вот так открывалась. Только вот так. С завода. И крепилась каким-то там безобразным хлястиком. Сейчас я знаю. Но я себе переделал, чтобы открывалась там уже на магнит крепилась. Сейчас знаю, что с завода это уже тоже косячок этот устранили. И все сейчас у них с этим нормально. Так, что далее? Что далее, что далее по лодке? Вот такая вот лодочка. Ну, наверное, собственно, все. В остальном мне лодка сама все очень нравится. Все прикольно. А, да. Когда заполняешь бак, в моей модификации бензин течет сюда. То есть, отсюда с развоздушки начинает бензин течь раньше, чем дополнится полный бак. Но на новых лодках я тоже знаю, что его вынесли в бок. Из него бензин течет, но уже хотя бы не в рецесс. А, вот еще. Это было капец. Я чуть не утонул. Отломалась вот эта помпа. И при наборе воды она шла внутрь лодки. И мало того, что она туда протекала, так у меня еще и сломалась помпа автоматическая. То есть, ты узнаешь, что у тебя капец, когда уже в лодке вода начинает на палубе появляться. То есть, одна помпа лопнула, вторая барахлила. Причем, автоматическая помпа барахлила таким образом, что она то работает, то не работает. И ты не мог понять, вообще в чем дело. То есть, я сначала устранил течь здесь. То есть, мне помог Виталик Галецкий, дал основание помпы. Я поменял. В том году еще гарантия действовала на лодку. То есть, я поменял основание, перекрутил. И все стало нормально, как бы. Как бы, вроде бы, все нормально. В рецесс-помпа, не в рецесс-под палубу, в лодку вода не течет уже из помпы. Но в один прекрасный момент, на рыбалке, во время шторма и дождя, у меня вот здесь, вот так уже до пола начала появляться вода. Я сначала не понял, что произошло. В общем, не сработала в очередной раз автоматическая помпа. Поехать на гарантию, поменять ее не получается. Потому что она вот, лодку из воды достаешь, пробуешь, помпа работает. Эта помпа, сейчас я ее покажу, какая. Помпа работает. Достаешь, работает. Вот она там стоит. А в который момент нужно, она не работает. Ну вот, в данный момент она совсем сдохла, автоматическая помпа. Но уже срок гарантии закончился у лодочки. И, ну и все. Теперь. Там еще и проблема, как ее подключить, теперь снять, не знаю. В общем, буду разбираться дальше сам, уже менять помпу. Либо выносить автоматику отдельно, не знаю. Надо с этим вопросом решать. Ну вот, наверное, собственно и все. Это вот такие маленькие косички эксплуатационные. Как я сказал, уже часть из них устранена заводом. В целом, лодка мне очень нравится. Ну вот такие моменты. А, ну и еще бесячий момент. Почему, блин, все на английском? Ну я не знаю, что такое. Бигл помп. Бигл помп. Почему автоматик помп? Ну это понятно. А, с завода еще неправильно работало это все. Тут фишки послетали. Их, наверное, или отделили, я не знаю, каким-то боком. Завод, лодка шла в пакете. То есть ее собирали на заводе. Там все провода были перепутаны. Сидел там, разбирался целый день, чтобы собрать все в кучу. Как надо, чтобы заработало. Ну и я до сих пор не понимаю, какая помпа, что включает здесь. Какая автоматическая, какая. Ну, в принципе, наверное, разницы нет. Включаешь помпу, просто принудительно первая, принудительно вторая. Но все равно. Где здесь какие огни? Какой из них навигационный? Зачем вот это все на английском языке делать? Непонятно. Ну, такой вот момент небольшой. Наверное, все. Будут вопросы, пишите. Если что-то еще вспомню, добавлю в комментариях. Ну, а в целом, так все собрано, гладенько, красивенько. Если бы мне предложили снова взять волжанку, я бы взял снова волжанку. Ну, если бы я думал о замене лодки. Так как цена-качество все-таки у нее хорошая. В общем, всего хорошего. Если что, пишите. Комментируйте. Кому смогу, отвечу. Пока. Продолжение следует.